Добрый вечер. У нас наша недельная глава, это глава ВАЕЦЕ, ВАЕЦЕ Яков Мебершава, ВАЕЛИ ХАРАНА, и у нас глава очень интересная. В принципе, в нашей главе очень долго, скажем так, в центре нашей главы стоит любовная история, история любви Якова и Рахэля. Это очень, скажем так, занимает центральное место в нашей главе, и это, кстати, одна из самых развернутых, скажем так, историй в отношении между мужчиной и женщиной, между мужем и женой во всей Торе. У нас нет таких развернутых рассказов, и мы сегодня то, что сделаем, попробуем, скажем так, понять первую часть и важную часть в системе отношений, которая есть между Яковом и Рахэля, и так она поднимается из нашей недели главы. Кстати, прошу прощения, изначально достану текст, я текст забыл достать, нужно вам зачитывать все-таки стихи, я забыл открыть свой таблет с текстом, все-таки он зачитывает, то есть мы сейчас начнем зачитывать стихи, там очень интересно. В принципе, Тора очень длинно и долго нам описывает приход Якова в Харан, и там очень интересная сцена, которая, кстати, вызывает недоумение вопроса, что там происходит. То есть, в принципе, вся эта сцена в начале, я сейчас все это читаю, сейчас открою, с вашего позволения, таблет, который загрузится, я, к сожалению, забыл открыть, вдруг я чувствую, что у меня нету текста перед глазами по привычке. Но у нас, то есть, вот долго он грузится, книжку быстрее открыть, но удобнее польза таблетом для того, чтобы читать текст. В любом случае, у нас сейчас будет интересно, то есть, оставайтесь с нами, у нас сейчас будет очень интересный разбор вообще Рахель, ее характер, отношения с Яковом, прошу прощения, и почему он задержался так в доме Лавана, мы тоже сейчас поймем в конце. Итак, я открываю сейчас текст, наша глава, глава ВАЕЦ. Итак, и поднялся Яков на ноги и пошел в сторону с Нового Востока, увидел, вот колодец в поле, то есть после лестницы Якова, и там три стада мелкого скота расположены около него, потому что из того колодца поют стада. А камень над устьем колодца большой, и когда собирались сюда все стада, отваливали камень от уста колодца и поили овец, затем опять клали камень на свое место, на устье колодца, и сказал им Яков, то есть такому им, пастухам, братья мои, откуда вы, они сказали, мы из Харана. И он сказал им, знаете ли вы Лавана, сын Анахора, они сказали, знаем, и сказал он им, здравствует ли он, и они сказали, здравствует, и вот Рахель до чего приходит с овцами. Очень странный такой разговор между пастухами и Яковом, то есть, да, вроде в некотором кажется важным, но в принципе, что Тора пытала передать вот этим вот разговорам? Скорее всего, Тора пытается передать, какой, скажем так, настрой, какое поведение и вообще характеристики того общества, которое находится там в Харане, куда приходит Яков. Яков, получается, встречает этих пастухов, эту группу, которые абсолютно скучающие, абсолютно равнодушные и лентяи. Сейчас объясним, почему. Смотрите, когда Яков пытается с ними завести разговор, что он им и говорит, братья называются откуда вы? Он отвечает, получает, скажем так, очень лаконичный ответ из Харана. Круто. Понятно, что это, скажем так, в этом ответе нет и даже намека на попытку понять, что это за человек перед ними стоит, зачем он пришел, то есть, да, спросить его, например, кто ты, куда ты, то есть, кого ищешь, что ты здесь делаешь. Никакого заинтересованности. Окей. Скажем так, это очень сильно усиливается в продолжении вот этого представления, то есть, разговора. Яков дальше спрашивает, что? А я дат иметь Лаван бен Нахор. То есть, знали ли вы Лавана, сына Нахора? Какой ответ он получает? Я да, ну, да, знаем. Понятно, что этот вопрос был триггером. То есть, да, это не был вопрос, чтобы, знаете ли вы Лавана, знаем. То есть, да, это как в том анекдоте про Холмса и доктора Ватсона, знаете, когда Шерлок Холмс и доктор Ватсона вас ждут, что там в шаре падают, приземляется, непонятно, где находится. Ее человек, они спрашивают его, скажите, где мы находимся? Он посмотрел, в воздушном шаре, то есть, в корзине воздушного шара. И пошел дальше. И говорит Шерлок Холмс, говорит, это человек компьютерщик. Он его спрашивает, Холмс, как вы догадались? Очень просто, говорит. Он дал совершенно точно, абсолютно бесполезный ответ. Вот. Таким образом, то есть, здесь то же самое. Я да, ну, что хотел Яков? То есть, я где-то спрашиваю про Лавана, чего про него справиться? Мы только знаем. Да, зачем он тебе нужен? Да, он, то есть, есть, он живет. Ноль! Знаем! То есть, он ничего, никакой информации не получает. То есть, им абсолютно, абсолютно все равно. Они абсолютно равнодушны к этому. Окей. В этом, на этом этапе Яков пытается снова испытать свое счастье. И значит, а Шалом Ло? То есть, да, как это перевели на русский? Здравствует ли он? Что они ему отвечают? Друг, здесь он получает более длинный ответ. Шалом Вегин и Рахель Бито, Ба и Мацон. То есть, да, все у него хорошо. И вот, кстати, его дочь Рахель идет со стадом. То есть, в принципе, кстати, то, что они говорят, то есть, ему дают эту информацию по поводу приближения Рахели, это явная информация для чего. Не для того, чтобы вдруг решили с ним разговор начать. А они просто ему говорят, перестань наморочить голову, он тебе нужен Лаван, то есть, да, вон, пожалуйста, где общайся, вон, на его дочь. Кстати, так объясняют Пируш Гадарас Каним от балету Сафон. Он так пишет, так. Вой умру лама Атамар бе двори малейну, пульках ли шо-ла-ла. Че ты с нами? То есть, нам много с ними разговаривают, с нами разговаривают, спрашивают про него. Гинь Рахель Бито, Ба и Мацон. То есть, вон его дочь Рахель, пришла со стадом. Шида бронит камо, камо тэха. То есть, она такая же болтуня, как ты. То есть, да. Тишаль мемена машкирце. То есть, да, иди спроси ее, что ты хочешь. Мы не хотим разговаривать. То есть, в принципе, даже Балетос, в этом комментарии, Гадарас Каним от балету Сафон, они прочувствовали вот эту вот проблему. Они разговаривать не хотят. Они говорят, вон, иди вон, Рахель, морочай голову. То есть, а не нам. Окей. Дальше раскрывается, насколько они были лентяи, эти пастухи. Смотрите, середина дня, на пять минут. То есть, они уже пришли к колоссу. Что они там делают, ничего не делают. Они вообще ничего не делают, занимаются. Яков, который его, скажем так, рабочая этика. Как называется? На иверии называется Мусаровуда. Это рабочая этика. То есть, человек работает, значит, работает. То есть, он не лентяй. Мы это узнаем скоро, когда мы будем читать, как он работал за Рахель, как он заботился о Лаване. Ему это мешает. И он, как бы, интересуется. То есть, да, он не может, наверное, смотреть на такое лентяйство и ничего не делание. Поэтому задает вопрос. Он задает вопрос. Говорит, сказал он, ведь день еще велик, не время собираться. Скотту напоить овец. Идите, пасите. То есть, он говорит, что вы здесь сидите? Напоите овец. И вперед, работайте. Что они ему отвечают? Не можем, пока не соберутся все стадо. Они отвалят от камня, от устоколодца, когда будем мы поить овец. То есть, что они ему отвечают? Они ему говорят очень вещи. То есть, их в ответе есть две вещи. Первое, то есть, то, что мы видим, проблема с их ответом. Есть две проблемы. Первое, то, что они говорят, это ответ недостаточно. То есть, это ответ не потерь. Потому что, если нужно дожидаться, что все собрались отвалить этот камень, то чего пришли раньше времени? То есть, вы знаете, что еще времени пришло? Чего пришли? Полежать, ничего не делать? Второе, мы знаем, мы потом читаем, что Яков Иштам Юше Бугалин, человек цельный, простой, сидящий в шатрах, не геракл какой-то там. И который с дороги уставший этот камушек спокойно отвалил. То есть, не нужно собираться там никому для того, чтобы камень убрать. Таким образом, они сказали не особо правдивую информацию. Это не совсем тяжело. Из этого мы понимаем, то есть, да, можем представить себе, какие ощущения переживает Яков на двумя. Это то, что я сейчас говорю, очень важно в отношении потом с Рахель. Какие ощущения он испытывает? Он шел за тридевять земель. Ну, не за тридевять земель, он прошел из земли к наанейской. Он приходит сюда в место, где, по идее, должно быть что-то лучше, чем в Кнаане. Что он здесь видит? Равнодушных, абсолютно пустых, абсолютно ленивых людей. И зачем он здесь сюда шел? Что здесь лучше, чем в Кнаане? Найдет ли он здесь женщину, которая подходит по дому отца его, где он был воспитан? Непонятно. То есть, да. И, в принципе, нужно понимать, что это то общество, в котором растет Рахель. То есть, как она ему подойдет вообще? Он еще про Рахель не знает. Но можно понять, что у нас есть проблематичное общество, в котором... Когда мы с этим словом познакомимся, мы видим, какое там общество. Итак, и вдруг приходит к нам Рахель. И вдруг, когда он ее видит, он, скажем так, теряет самообладание. Давайте прочитаем, что происходит. Еще он говорит с ними, а Рахель пошла с отцами, которую отца ее, потому что она была пастушкой. И было, когда Яков увидел Рахель, дочь Лавана, брата матери своей, овец Лавана, брата матери своей, то подошел Яков и отвалил камень от суца колонца, напоил овец Лавана, брата матери своей. То есть, он... То есть, хватит гулять здесь. И поцеловал Яков Рахель и возвысил голос свой и заплакал. Окей. Шикарно, замечательно, все хорошо. Во-первых, откуда Яков знает, что вот это вот Рахель? Ладно, можно сказать, что поступки сказали. Например. Второе. Почему он целует? И почему он плачет? Давайте теперь немножко попробуем ответить на эти три вопроса одним ответом, очень простым. Тора три раза подчеркивает, что у Пралавана, когда говорится про Лавана, Ахи и Мо, брат его матери. То бишь, когда он видит Рахель, скорее всего, он видит что? Что она похожа на мать. Как он мог узнать? Лицок у матери. Не зря, то есть Лаван брат. Скорее всего, она очень сильно напомнила Якову матери. Теперь тогда понятно, почему он ее целует. Мы знаем, то есть уже из раньше его рассказа, что Яков очень-очень сильно привязан к своей матери. Он очень сильно привязан Яков к своей матери. Более того, он ее не видел. Он, скорее всего, за ней очень сильно соскучился. И поэтому, скорее всего, в пути он немножко отталкивали мысли о ней. Он увидел Рахель. Он увидел в ней свой образ матери. Почувствовал все ощущения. То есть то, что он соскучился, естественно. У него это возглавляет плачь и так далее. Тогда понятно, почему он целует ее. То есть как бы это как к матери. И, естественно, понятно, почему он плачет. И все нормально. Теперь. И главный вопрос мы надо спрашивать. Окей. Рахель похожа на мать Якова. Вопрос другой. Она похожа только внешне или также внутренне по качеству? Или все-таки, как говорится, только внешне похожа? Давайте обратим внимание. Мы можем увидеть сразу же в той же ситуации, в которой была Рифка и в которой находится сейчас Рахель, есть разная абсолютная реакция, которая была у Рифки и у Рахели. Давайте прочитать. И рассказал Яков Рахели, что он родственник отцу ее и что он сын Рифки. И она побежала и сказала отцу своему. И было, когда он слышал Лавану, есть вместе Якове, сыне и сестры своей, он побежал ему на встречу, обнял его и поцеловал его, и вбел его в дом свой, и он рассказал Лавану обо всех тех происшествиях. Смотрите, очень интересный момент. Две вещи отличают Рахель от Рифки. Первое. Когда раб Авраама встречает Рифку, что она произделает? Она показывает, называется, необычайное гостеприимство. Она поет воверблюдов, она приглашает его домой. Он тоже и сказал, что он из дома Авраама и так далее. Но она занимается гостеприимством. Второе, что происходит. Рифка бежит куда? Сказано. И побежала девушка, Рифка, и сказала дому матери своей. То есть о вещах, которые произошли. У Рахель, этих двух вещей нет. Во-первых, она вообще никак, то есть ничем не помогает Якову ничего. Не приезжает ему попить, но он, правда, без верблюдов и так далее. Но она не предлагает ему не попить ничего. И куда она бежит? В дом отца. Окей. Кстати, обратите внимание, что в конце всего, в течение всего рассказа мать Рахель не появляется ни разу никогда. Ее просто нет. Согласны? Согласны. Что это можно нам сказать? Скорее всего, ее в живых. Скорее всего, матери Рахель уже нет в живых. Она умерла. Таким образом, теперь можно понять, кто будет центральным лицом в жизни Рахель. Отец. Поэтому она бежит к отцу. Если Ревка бежал от мамы, потому что мама ее была, то Рахель бежит к отцу, потому что матери нет. И теперь мы видим, что, в принципе, зная, мы скоро увидим, как Лаван себя проведет, у нас уже, в принципе, можно поставить под большое сомнение, что Рахель похожа на риф. И нам можно поставить почти по 100% уверенность, что Рахель нахваталась от отца вещей тоже. То есть, в принципе, он на нее повлиялся. Естественно, это никак не влияет любви Якова к Рахелью. Мы дочитаем дальше. Аулеи глаза слабы, Рахель была красиво с таном и красиво видом. И полюбил Яков Рахель и сказал, я буду служить тебе 7 лет за Рахель, дочь твою младшую. Окей? И сказал Лаван, лучше отдать мне ее за тебя, нежели отдать ее за человека другого. Живи у меня. И служил Яков за Рахель 7 лет. И они были в глазах его, как несколько дней, по любви его к ней. То есть, окрылено любовью, все хорошо, замечательно. Но давайте обратим внимание. Почему он полюбил Рахель? Нет. Яфат торвы, яфат моры. Красиво с таном и красиво лицом. Красивое. Не зря сравнили с Лиа, которая была не очень красивой. И здесь очень интересно, кстати, снова, как выглядит Ревка. Про Ревку, то есть просто про нее тоже сказано точно. Но про нее сказано как? Товат море меот. Хороша собой. Некрасиво. Хороша. А это красиво. То есть, в принципе, работает Яков 7 лет за Рахель. Рахель, это и проходит ему как несколько дней, потому что она любит. И, в принципе, все это время он ждет, чтобы жениться на Рахель, которым, в принципе, скорее всего, напоминает его любимую маму. Правильно? Правильно. Окей, теперь переходим к следующему. Но когда, знаете, это очень важная вещь. Когда база, это очень важная вещь вообще в любом браке. Когда база в браке, изначально слишком высокие ожидания, которые не имеют под собой никакой реальной базы, в конце концов, это приведет к чему? К кризису. К который вылится, то есть в большой кризис. И этот кризис не застал себя ждать. Этот кризис произошел, когда Леа уже родила четырех детей. И тут происходит кризис между Яковом и Рахель. Приходит Рахель и говорит ему следующее. Сейчас немножко промотаю. Дальше по нашей главе. И увидел Рахель, что она не родила Якову, и позавидовала Рахель сестре своей. И сказал, Якова, дай мне детей, а если нет, я умираю. Обратите внимание, что здесь, кстати, по поводу позавидовала, есть в мудрецах большой вопрос, это положительно или отрицательно. Есть подход, что это все хорошо, все нормально. Есть Медраж, который говорит, что имеется в виду, что Рахель позавидовала ее хорошим делам. Что на Рахель достаточно делать хорошим делам, и поэтому она не забеременела. То есть в предположительную сторону. Но есть Медраж за Медражем. Медраж за Медражем, что это очень плохое поведение Рахель. То есть зависть-то плохо, завидовать-то плохо и так далее. Они будут зачитывать Медражем. Медраж за Медражем. Медраж за Медражем. Который говорит, приводит пример, как плохое поведение. и зависть. И когда говорят, почему это плохое, приводят стихи именно про Рахель, которая позавидовала. Можно наоборот. Если у женщины такое есть, то есть если Рахель как бы позавидовала, что обо мне ожидать? Нет. Рахель позавидовала, и есть очень много критики у Хазари, что он это сделал. Теперь. Но прикиньте внимание, две вещи есть проблематичные в описании, что произошло. Первое, в принципе, сама зависть. А второе, смотри, что она делает. Самая главная проблема, она обращается к Якову, чтобы он решил ее проблему. То есть, насколько далека это поведение от поведения Рифки. Когда у Рифки была проблема, что она делала? Когда в Итратцу Бани Бакир, во-первых, она молилась Ицхаком, помните, что она была? И просила Ицхака молиться. Во-вторых, когда у нее была проблема, когда она почувствовала, что у нее непонятно, что там в животе происходит, сказано, что она пошла что делать? Витилех ледроу шитоше. Пошла спрашивать Всевышний. То есть, теперь в этом факте можно понять раздражение Якова. Смотрите, как Якова отвечает на ее требования. И возгорелся гнев Якова на Рахеле. Он сказал, разве я на месте Бога, лишившего тебя плода, чрева? Яков говорит, взрыв между ними. Что Яков говорит? Есть две вещи. Две проблемы. Снова. Первая проблема. Я не адрес. То есть, я не тот адрес, которому надо обращаться. Кому нужно обращаться? Ко Всевышнему. Ты ко мне не падаешь. Вторая. Это вообще не моя проблема. Проблема не во мне. У меня дети есть. То есть, я могу. Я детород. У меня есть четверо детей уже. Проблема, то есть, твоя, не моя. Да, наши мудрецы сказали, что Яков повел себя, скажем так, весьма грубо. Скажем так, весьма не было с его стороны эмпатии. Потому что Рахельская скорее всего не говорила из каких-то холодных расчетов. она больная женщина. То есть, она пришла ему скажем так, от сердца. Клятся, потом сказали, что мудреца. Амарлокот жбоку. Сказал ему Всевышнее. Кахон нин это майкот. Так отвечают людям страждущим. так с ними разговаривают. То есть, нехорошо-то Яков себя посыпался так видеть. В любом случае, что у нас здесь мы видим, почему Яков так отреагировал, мы должны привести к этому. То есть, в принципе, это произошло от чувство разочарования. То есть, это не те ожидания, которые он ожидал от нее. То есть, он вырос в доме Якова, в котором, то есть, он ожидал, что есть проблема. Она против зиму, что у нее нет. она пытается ты сделай решение проблем. По этой причине, когда он видит, что она вообще не понимает, куда идет. То есть, у него были такие великие на нее чаяния, она ожидания, и она не правда, у него есть разочарование. Поэтому он злится. В чем? Она не молится. Окей, смотри, что происходит дальше. Дальше Рахель не так, не сильно спешит внять этой идеи, которую пытался продвинуть Яков, сказать, я то есть решу, то есть, я вместо Бога работаю. Что она делает? Обратите внимание, на втором этапе делает Рахель следующий этап. Она пытается заберенивать другим путем. Каким? Мы читаем дальше. И она сказала, вот служанка моя, билава, иди к ней, пусть она родит на колени мои, чтобы и у меня имела детей через нее. То есть, в принципе, что делает Рахель? Она смотрит на бабушку Якова, прошу прощения, и, в принципе, она идет этим путем. Как мы делаем? Если бесплодная, давай родим. То есть, дату сказано, вы сарай, что в рам, луяльдалон, вы ла шифхаме црит, вы шма агар, вы тумар сарай, ла в рам, гинны на ацар, не ашем, миледит, бо наль шифхати, у ла и ба на мемена. То есть, сарай, жена Абрама, не родила, и у нее есть рабыня египтянка, ее золотогари, сказала сарай Абраму, вот, пожалуйста, то есть, гинна ана, вот, пожалуйста, остановил меня Всевышний за беремене. Это от Всевышнего. Бо на, то есть, будь с моей служанкой, может быть, придет мне от нее семя. То есть, я бы имел детей через нее. Кстати, если вам мудрецы, как-то есть его интересный подход, что имеется в виду? Как можно иметь детей через служанку? Есть два подхода. Один подход говорит, что когда, что вопрос о рождении детей через служанку, он работает так, что женщина сама родит. Таким образом, или это сфорно объясняет, у лайкина, таерих, таурера, кофли, пилотавит, хозек, ласик, зер, он говорит сфорно, что имеется в виду, что она будет завидовать, и это произойдет, что она сделает всякие действия, для того, чтобы забеременеть. Окей, это одно решение. Раша объясняет более, скажем так, в духовных ипостасях, бесхудшую хрицарат и вот я другую женщину увожу, из-за того, что я приземляю себя, то Всевышний издаст мне ребенка. Есть, правда, другой подход, что речь идет о том, что это решает проблему бесплодной жены, чтобы у нее хоть какая-то женщина, которая должна быть ребенок. То есть, так, кстати, в однако, без принципа, сургатно материться. Естественно. И вот обращается, то есть, как бы, вот, пожалуйста. Но снова, и тут есть огромная разница между Сара и между Рахель. Смотрите, что Сара делает. Во-первых, Сара прямым текстом говорит, что у нее она бесплодна, потому что Всевышний не дал ей дитя. То, что Рахель не делает. Второе. Сара, во-первых, два раза говорит, на, пожалуйста, Авраам. То есть, она обращается, то есть, Рахель требует. То есть, как бы, в приказном тоне, то есть, это сделаешь. Сара предлагает Аврааму, то есть, это сделать, но она не командует. То есть, нет команды, она занимается командованием парада. И третья вещь. Сара не уверена, она говорит, может быть. Рахель говорит, я от нее, то есть, через нее будут уметь детей. И в конце концов, что происходит? Она все равно остается бесплодной. Это не помогло. Переходит Рахель в третью, то есть, третью попытку. Такая третья, то есть, попытка происходит чуть дальше. по поводу дудудаим, так называемая. А Рувен шел в дни жатвы, в чунице, нашел ми мандрагоры в поле и принес их леи. Мать Рахель сказала леи, дай мне мандрагоров, сына твоего. В чем смысл этой просьбы? Есть объяснение, есть комментарии, что мандрагоры это сгулая, помогает забеременеть. То есть, типа, вот такой вот помощь. Если мы так объясняем, что это, то есть, что-то, что помогает забеременеть, мы можем понять реакцию леи на это. Какая реакция леи на это? Но та сказала ей, мало ли тебе забрать мужа моего, еще забрать мандрагоры, сына моего. То есть, что имеется в виду? Что говорит Рахель? Леа, у тебя и так ты забрала все у меня. То есть, муж наш общий, он любит тебя, единственное мое преимущество перед тобой, что у меня есть дети, а у тебя нет. То есть, и это ты у меня пытаешься забрать это преимущество. Причем, нужно понимать, что на этот момент ле тоже бесплодна. То есть, остановился вышний ее рожать. Может быть, поэтому Руэн принес мандрагоры. Что отвечает Рахель? Ты сказал, за то он ляжет с тобой в ту ночь за мандрагоры, сына твоего. Что это за ответ? Что это значит? О, Рахель объясняет, если мандрагоры помогают, они к тебе пришли. За мандрагору, сына твоего. То есть, как бы за то, что он принес тебе, они тебе тоже уже дают сгулу. Он снова зляжет. И, если они действительно помогают, то ты первая забеременеешь, а потом я. Но это не помогло. Рахель, она все равно не забеременела. Она осталась дальше. И только после всех этих, этих всех, то есть, испытаний, этих разных путей и разных способов забеременеть, что происходит? Рахель наконец-то беременет. И как это описывается? Здесь описано, и вспомнил Бог о Рахеле, и услышал ее Бог, и отверз утробу ее, и она зачала, и родила сына, и сказала, снял Бог позор мой, и нарекла ему имя Юсеф, сказав, да прибавит мне Господь другого сына. О, смотри, что произошло. Тут мы понимаем, что наконец-то Рахель обратилась к Всевышнему. В тот момент, когда Рахель обратилась к Всевышнему, Всевышний дал ей плод. Более того, с этого момента мы видим, что, скажем так, в длительном процессе Рахель наконец-то воспиталась и переменила все свой подход, то есть, скажем так, она в конце концов смогла отбросить воспитание дома Лавана и подход Лавана. Потому что почему она не молилась Всевышнему и пыталась то так, то сяк, то вот так, после возможных способов. Это Лаван. Это влияние Лавана. Она отбрасывает дом Лавана в Молице Всевышнего и происходит, что следующее, она уже не перестает общаться со Всевышним. Она благодарит его, когда она забеременела. Она благодарит его, когда она родила. Она обращается к нему, чтобы еще сына дал. То есть, в принципе, наладилось отношение между Рахель и Всевышним. Если же Лея попросила, человек сам сюда не может быть, когда она уже видела, что Лея не достанется, Лея тоже попросила девочку, потому что не достанется. Давайте мы не будем Медраши, а давайте я буду продолжать то, что я объясню. Потому что мы проходим, то есть мы прошли по целому тексту, проверив, как это идет от самого начала до самого конца. Медраши – это хорошо. Это Медраши. Это по тексту нет этого в нигде. Это не текст. Нет этого в тексте. Это Медраш. Это Медраш. Медраш. Но этого нигде не написано. В тексте этого нет. И к тому же это тексти, то есть нет ни слова по этому поводу. Где? И родила она Якову с пятого сына после этих мамандротов. А потом еще дала рабыню мужественную, на рекламе Иссахар. А еще родила Якову шестого сына. И только потом родила она дочь, на рекламе Иссахар. Вспомнил Бока Рахель. Где написано, что они… Я провожу другую линию. Я пытаюсь описать другое. Что происходит с Рахель? Как Рахель превращается от подверженной дому отца Лавана, она от него проходит процесс, отрываясь от этого, от всей культуры Лавана. И в принципе в конце в конце она приходит к правильному месту. Она не была похожа на Рифку с точки зрения внутренности. То есть Рифка изначально такая была. Рахель была под влиянием Лавана. И по этой причине она прошла целый процесс, пока она не дошла до момента, когда она оторвалась от всей культуры подхода Лавана. И именно на этот момент был критичный с точки зрения Ия Акова. Когда он понял, когда она постоянно объясняла, показывала, что Рахель не избавится от своего бесплодия, пока она не обратится к Всевышнему, пока не будет полагаться на Всевышнего. Поэтому, когда Рифка это сделала, в этот момент Ия Аков понимает, что она оторвалась от дома Лавана, и теперь можно возвращаться всем на ней. Смотрите, что дальше сразу. И было после того, как Рахель породила Иосифа, сказал, Яков Лаван, отпусти меня, и пойду я в свое место, я в страну свою. Сразу после этого. Почему? То есть пока Рахель не оторвалась от мира, культуры, подхода дома своего отца Лавана, нет никакого смысла возвращаться в Кнаан. Как только сейчас, когда стало понятно, что даже под Лаваном, находясь в доме Лавана, она оторвалась от всей его культуры, присоединилась к тому, что называется, к подходу дома Ицха, Якова, полагаться на Всевышнего, идти путями Всевышнего, просить Всевышнего, общаться со Всевышним, это прошел тот момент, когда можно идти назад. Кто? Еще раз. Я прошу не смешивать все в одну кучу. Терафима, она пыталась избавить отца от них. Это не в тему сейчас, это отдельная тема. Окей? Она избавилась от пути, она обратилась Всевышнего, до этого не обращалась. Лаван постоянно игрался сделать вот так, вот так, вот так. Она тоже пыталась это постоянно делать. Три раза она пыталась с разных путей атаковать свое бесплодие, пока не подошла к вопросу правильно. И тогда она изменила все. Это от Орман. Это процесс. Она прошла процесс. Терафим, так называемые идолы отца, она их забрала, чтобы отец им не похватился. Это другая тема, это отдельная тема, на этом можно построить целый отдельный урок. Наш урок называется «Жемчужинка» на голову. Я не могу за один урок обхватить все. Это бесконечно. То есть, а мы берем какую-то определенную тему и развиваем ее от А до Я. это отдельная тема, это отдельная тема. То есть, в принципе, мы видим отношение, во-первых, несколько вещей, что мы подведем то, что мы увидели. Во-первых, мы увидели, что любовь, скажем так, между Яковом и Рахель была сначала завышенной ожидания Якова, неоправданной в конце, который привели к перелому. В конце концов, Яков, ответив своим ответом, был проведен процесс. Мы выучили, что Рахель прошла процесс. Прошла процесс в тяжелой ситуации, находясь в доме Лавана, находясь в этой культуре. И таким образом, во-первых, подняли весь рассказ вначале. Зачем нам рассказывать все про этих ленивых, абсолютно равнодушных и так далее, неразговорчивых пастухов. Для того, чтобы понять, где находилась Рахель. И это нужно понимать, это в любом человеке, в любом есть влияние. И мы из этого можем выучить вообще на любые вещи. Мы выросли, дети вырастают иногда под разным влиянием, и они вырастают вроде бы не очень. Но нужно иметь терпение и знать, что человек, если его правильно направлять, правильно настраивать, в конце концов, он разовьется, и он сможет оторваться от этого влияния. Иногда люди говорят, ну он вырос в таком месте, он так воспитан, то есть у него такое влияние и все, ничего с ним не сделать. Это неправда. Да, это влияет, мы видим даже про матери, Рахель, это повлияло. Но в конце концов она дошла до такого духовного уровня, что только ей Всевышний отвечал. То есть в конце этого молитва Рахель, когда Всевышний уводит в изгнание, Аврагам обращается, Ицхак обращается, Яков обращается, у Всевышнего всем здесь ответ. Леа, Ревка, они все плачут, там Сара и так далее, единственное, кто добивается от Всевышнего, то есть когда говорит Всевышний имени, называется не плачь, то есть прекратить плакать и вернуться становя к границам это Рахель. Она прошла процесс. На этом мы сегодня закончим. Боизратошем встретимся на следующей неделе и продолжим дальше изучать. Я сейчас выключу запись на этом моменте, а потом дам временный вопрос. продолжим. Продолжение следует...